Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это у нас седьмой тур моего седьмого дуэльного турнира. Теперь я играю против человека под ником Дэмиан. Вообще впервые против него играю. Но судя по тому, что у него тоже 4 победы, как и у меня, то игрок должен быть сильный. Так что... Ну, в общем, в любом случае, давайте сейчас будет включение того, как мы выбирали нации. Итак, вот что у нас тут получилось. У меня Швеция, Турция, Франция и Рим. В принципе, конечно, лучше всего для игры на волю, а я уверен, что на внутреннем море мы хоть можем в разных концах быть, но тут лучше через волю играть. Рим. У моего соперника в прошлой игре был Рим. Ему, конечно, клёво было с ним. Хе-хе-хе. Извините за стих. Так что в этот раз за Рим сыграю я. Так что я выбираю Рим. Что... Ну, то есть можно, конечно, подумать, что там может выбрать мой соперник. Но я думаю, что он возьмёт либо Австрию, либо Индонезию. Причём я бы, наверное, на его месте взял Индонезию. Потому что Австрия может до своих бонусов и не доиграть. Хотя, конечно, места у неё обычно хорошие, но всё-таки, знаете, мало ли. А вот Индонезия, у которой уникальные юниты, такие же, как и у Рима, вполне неплохой вариант для защиты. То есть, по-моему, Индонезию тут в данном случае лучше взять, чем Австрию. Ну, Сиам он не может взять, потому что он за Сиам уже играл. Точно так же, как я за Францию уже играл. Ну, Бразилия. Немножко странноватый выбор, когда есть Австрия и Индонезия. Так что, я пока не знаю, что он выбрал, но я ставлю на Индонезию. Я всё-таки выбрал Австрию. Ну, посмотрим, как оно пойдёт. Ну, вот, Рим против Австрии. Интересный такой европейский междоусопчик на внутреннем море. Считайте, что это такое повторение истории завоевания Средиземноморья. О, у меня соляной старт. Хм. Может, мне вот сюда, на гору, отойти с возможностью Петры в будущем? Да. Да, именно так. Ого. Ну, тут мне откровенно с местом повезло, конечно. Может, это мне ответочка за прошлую игру. Но тут это просто очень круто. И еда, и производство, и соль, и, видите, амбарные ресурсы, и холмы, Петрохолмы. Да. Ну, я вот тут поставлю город, собственно, где и стою сейчас. Мне не надо горе, мы тут не будем, да, играть до, как их, до обсерваторий. Ну, вот мой соперник решил сейчас город поставить. Тоже, кстати, не на море, как и я. Сейчас мы посмотрим, у кого место круче. Ну, правда, у меня будет то, и сплошная еда. Так. Не знаю, стоит ли мне идти. Не, наверное, стоит. Взять пантеон на пустыню. Так. Пойду в ту сторону. О, сразу. Так. Еды у нас одинаково. Но я на холме поставил. А он нет. У него какая-то клетка. Три еды и... Видите, я сразу сейчас и лагерек заберу. У него тоже три еды. Но у него клетка три еды и золота. Но он не на холме, а я на холме. Ну, посмотрим, когда будем... Вот когда до трех хотя бы вырастет, тогда можно будет сказать, у кого лучше. Так. Тут уже конец карты. Где-то мой соперник вот тут, в этом углу. Ну, обычно на внутреннем море довольно ровно распределяют. Видите, я сейчас еще полечусь. Так что... Не может так, чтобы на третьем ходу уже тут варвары появлялись. Не верю я в такое. О, у него уже... Он нашел какое-то чудо. Видите? У него уже плюс по счастью. Значит, что он нашел чудо какое-то. Так. Денюшка пришла. Ну, да, я ушел от жемчуга, но... У меня тут и так два. Так, ну он уже вырос. Ну, следующим ходом надо будет посмотреть, как у нас тут... Дела. Ну, тоже неплохие места. Так, обрабатываем соль. Ну и как? Производство одинаковое. А, нет. Еда одинаковая, производство у меня больше. На два. Так что он тоже обрабатывает какой-то... На две еды. Просто на две еды. Понимаете? То есть он вот типа луга обрабатывает. Так что норм. Так, давайте тут поставим скаута. Ну, еще один лагерек, кстати, можно разграбить. Правда, тут сложнее будет. Тут могут убить. Надо, видимо, будет овец прикупить. Соль сама добавится. А овец... Вот тут проблемка. Тут у меня уже не будет лечилки. А если появится еще один... Вот теперь... Animal Husbandry. Так, все путем. Все путем пока. А если появится еще один варвар, будет тяжеловато. Ага, видите, он меня обстреливает. Ну, по идее, я должен захватить. Ну? Еее. Вот это очень хорошо. Так. Ну, надо следующим ходом, наверное, будет купить овечку, чтобы плюсик по производству и еде туда на нее прыгнул. Ну, воля. То ли воля, то ли не воля. Так, давайте глянем, что у нас тут вообще. Так, он вырос, по идее. Да. Даже с тремя жителями он не догоняет меня по производству. Отлично. Меня это только радует. Так, значит, сюда. И эту переключаем сюда. Так. Два хода. Давайте-ка построим воина еще. О, еще одна. Так. Еще один амбарный ресурс у Рима. Я про это. Лошади. Отлично. Просто великолепно. То есть, если что, строить коляски у нас есть. Откуда. Так. И теперь нам надо майнинг. Ну, тут как-то, конечно, плосковато. Так, давайте глянем. Он продолжает... Ну, это не отъедание, конечно, то, что у него больше. Зато у меня на четыре молотка больше. Это не отъедание, у него просто нету клеток с молотками. И поэтому он обрабатывает, видимо, две клетки. Ну, у него все три клетки, видимо, с двумя яблоками. Другое дело, мне интересно, что он там за чудо нашел. Мне что-то не очень нравится, что я пока больше... А, вот, собственно, красители. Ну, не может... Да, вот, смотрите, здесь, по идее, можно город поставить, потому что будет и жемчуг, и красители. Вот, например, где, собственно, стоит скаут. Ну, бедноватый город, конечно, будет с другой стороны. Так, знаете что, давайте вернемся. Вот тут посмотрим. А, вот, и вот, и вот, и вот, и вот. Вот, и вот, и вот. Австрияк. Ну, я думаю, он тоже в волю пошел. Ну, что, пробежимся сюда. Давайте глянем, что тут у нас. Что-то он не принимает. Может, все-таки не строил эту. Не строил... Монумент не строил. Так, что нам... Давайте железо откроем. Ага, вот его город. Ну, да, надо сюда строить. О, зажимают моего скаута. Ну, его дело. Возможно, и правильно... Нет, точнее, правильно, конечно. Но я буду его, этого скаута, терять. Но посмотрю... Ну, попытаюсь в таком случае... То есть, в эту сторону просто надо города будет мне ставить. Вот и все. Так, лучник. Пойдем лучником займемся. Ага, вот какое он чудо нашел. Ну, он там явно поставит город, конечно. Так, а я возьму... Все, убил все-таки. Ну, что поделать. Я увидел все, что мне надо. А надо мне селиться в эту сторону. Так. Ну, я возьму все-таки с пустыни. Постоим. Хочу тут разведать. Все. Не, ну, я думаю, он волю. Нет, традиция офигенная. Будем рабочего защищать. Это не такая местность, что традиция сможет против воли защититься. Тем более, тут еще колясками можно бежать. О, блин. Обкладывают. Надо сматываться. Тут хорошие места. Если бы тут были какие-нибудь ресурсы роскоши. Вот это место. В каком случае, оно лучше, чем сюда ставить. Но, конечно, религию может вполне раньше меня принять. Но я сейчас поведу сюда поселенцев. О, железо прям на мне. Это очень хорошо. Мои легионы. Так. Он письменность не открыл. Давайте-ка мы попробуем открыть письменность и построить великую библиотеку. И взять легионы. С производством у меня будет все зашибись. В отличие от моего собрата. Хотя, блин, может, давайте лучников с ней... Нет, давайте. Сначала письменность. У меня тут копейщики есть. Пошло производство. Пошла еда. Ага, он вырос все-таки до четырех. Не знаю, правильно ли это. Ну, посмотрим. Я-то тоже скоро вырасту. Это я сейчас проверяю, чтобы он письменность не открыл. Я хочу раньше него построить библу. Я вот думаю, брать мне че... Понимаете, вот нету сейчас вокруг меня варваров, чтобы честь брать. Поэтому хочется взять посила и пойти город сюда ставить. Потому что есть Алешка у тебя. Алешки, ты вздыхаешь зля. Но посила я поведу только когда копейщик. Появится. Мне рекомендуют тут поставить. А я хочу тут. Ну, просто ближе к столице. Мне же еще дороги везти. Он, видимо, сейчас строит поселенца. Наконец-то. Чтобы около Улуру поставить его. Ну, проатаковал, потому что он явно сейчас на соль следующим ходом прыгнет. А мне бы не хотелось, чтобы он соль... Так, производство. Два хода. Может, Сеттлера побыстрее не? Он ведь не открывает. Сеттлер... Еще третий город будет очень в тему. Очень. Так, знаете что? Мне лучше после письменности календарь. У меня счастья не будет. Может, я в около Улуру поставлю третий город как раз. Ну, как я и говорил. Варвар на соль. Да, ну, следующее. Блин, я сейчас боюсь, что у меня с варварами могут начаться проблемы. Серьезные. Потому что я честь не взял. Так, производство, производство. Три хода. Ну, так, пускай там будет. Так, он мне открыл. Отлично. Библа, по идее, моя. Ну, я вот планирую тут поставить. Но я сейчас сбегаю копейщиком, гляну, что вот тут вообще. Почему мне туда советуют? Ну, у меня место, конечно, шикарное по сравнению. А, ну, он, видите, на Улуру планирует. Но если я его опережу и поставлю третий город сам там, я думаю, он расстроится. Просто сюда лучше в том плане, что я еще и жемчуг достану. Блин, и там классно, и там классно. В смысле, и там хочется, и там хочется поставить город. Блин, ну, жемчуг. Это дополнительное счастье все-таки. Что это место, что то. Ну, правда, тут можно было сразу обрабатывать пшеницу. Пшеницу. Конечно. Пускай подойдут ближе. Я хоть... Блин, прыгнет, конечно, на овцу. Жалко, у меня там производство. Да и сахар надо обрабатывать. Он явно сейчас строит поселенца, чтобы пойти около Улуру поставить. Так что, если я сейчас прибегу и поставлю город около Улуру, то, блин, вообще... Мне надо будет тогда пагоды брать. Так что у меня религии будет немерено. Шесть. Ну, плюс десять вход, это точно. Прется очередной чувак. Так, тут в защиту. Просто я обстреливаю это, потому что он явно прется на соль. А мне надо, чтобы эта соль у меня была. Так, тут постоим пока. Да, ну, у него с производством печаль. Или он отъедает город. Я не знаю, чем он там занимается. То есть у нас по четыре. Ну, идти в традицию, если у тебя нету производства. Хотя, вы не смотрите, у него тоже есть Петрохолмы. Но письменности он не открыл. Если я беру библиотеку и клепаю свои легионы, то это будет все очень классно. Конечно же. Ну что, кто раньше у Луру поставит город? Он-то не знает, где я. Он до сюда даже не доходил. Вот что означает важность разведки. Ты все выяснил, понял, куда ставить. И у тебя есть четкий план. Так, календарь. Можем, наконец-то, сахар обработать. Так, легионы мы возьмем. С библиотеки пошли в метколуки. Вообще, приятно, конечно, рекламировать 2GIS. У них постоянно появляются новые функции. И мне есть, что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Так, слушайте, я могу этот лагерь убить, наверное. Во всяком случае, попробовать. И город около Улуру поставлю, и денежку еще заработаю. Ну, как, я могу вообще прям тут город поставить просто. То есть, это то же самое будет около Улуру. И, кстати, он не берет... Может, мне тут и ставить? В принципе, нафига мне? Не-не-не-не. Ха-ха. Чувачок, ты проиграл. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Как я быстр. Ему бы тут уже сдаться, конечно. Все. Все, тут уже доминирование Рима будет очень серьезным. Вот что значит разведка, понимаете? Вот что значит разведка. Так, пойду-ка я отсюда на помощь лучше сюда. Тут этот город, конечно, австрийц сейчас взять не сможет. Варвары пускай там занимаются городом. Так, постоим. Не знаю, стою, я не буду этих варваров убивать. Смысл? Ну, давайте лучника. Потому что, смотрите, амбар, нету смысла строить, этому городу не особо прикольно расти. Рабочих и прочих долго будет строиться, я лучше это возьму. Я просто сейчас, понимаете, возьму этих легионы и буду фигачить легионы просто. Вот и все. Блин, это вот плохо. Ну, все равно в следующем ходу библиотека построится, да? И думаю, буду просто брать... Не буду я уже честь вообще трогать, закрою просто волю. Да. Опять вы мне напишите, что я раньше времени это говорю, что типа я победил. Но игра выиграна чисто благодаря разведке. Что значит важность разведки? Мой соперник не знает, где я. Какая тут местность и прочее. Я это все выяснил, понял, что мне надо быстро ставить города в сторону соперника. Сейчас я буду дороги строить моими легионами. Блин, да когда же этот лучник-то умрет, тварина ты? Так, естественно, здесь легионы. Прямо вот на все железо. Как только они появятся, сразу мы разберемся с варварами тут. Гадят, конечно, видите, ну что поделать. О, слушайте, я следующим ходом могу честь принять. Блин, а выживет ли у меня этот? Должен выжить. Так, и тут постоим. Ну, все-таки возьму честь, потому что с варварами какая-то печаль. Тем более мы сможем культурку набить. Вот, 9. Вход. А он взял еще пантеон на плюс 4. Может, у него, конечно, есть еще одно где-то чудо. Но то, что я улуру урвал, это прям радость. Так, куда я иду? В меткалуки. А потом давайте в сейлинг. Так, во-первых, честь. Во-вторых. Во-вторых. Так. Так. Блин, убьет, конечно. Ну, ну и ладно. Хотя, или он станет разграбить мне. Нет, все-таки давайте я так сделаю. Убьет Моего дуболома, к сожалению, но... Вон он, где город поставил. Может, он попытается генералом отъесть улуру, но это уже... Да, убил. Но это уже... Не особо важно. Так, пока в город зайдем. Так. Нам бы еще вот свиней присоединить. Ну, у меня тут прям развиваясь я не хочу, как говорится. Но я не хочу развиваться, я хочу убивать австрияка. Блин. Вот, кстати... Ну, точно такие же проблемы у моего соперника, в общем-то, начинаются. Вы знаете, что я вот сюда встану, чтобы он не разграбил. У него-то мечники пошли, и при этом у него мечников самого нету. Вот в чем у него там печалька. Так, два хода производства-производства. Кумая растет. Что не может, не рад. Через два хода пшеничку добавит. Так, кого обстреляем? Давайте вот этого. Блин, да что ж ты живой-то такой? Ну, давайте тоже легион. А тут пойдем с этим лагерем, наконец, разбираться. Не хочу убивать лучников, потому что тогда мечник встанет и разграбит сахар. Что мне, конечно, нафиг не надо. Лепота. В классическую эру он еще не выходил, как я понимаю. Ну, вот теперь можно и поубивать немного. Так, монумент. Ага, вот и пшеницу. Ну, пока я не буду пшеницу обрабатывать. Кстати, а железа у меня больше нет. У меня, к сожалению, только четыре легиона, может быть, да? Ну, ну, правда, железо. Я там могу четвертый город поставить. Нужны ли мне тут стены? Потому что... Давайте лучше рабочего. Потому что, скорее всего, я буду нападать, а не на меня. Что у нас, кстати, с армией? Ну, естественно. Так, следующим ходом еще рабочие появятся. Вообще, конечно, неплохо было бы и пирамиды построить, чтобы быстрее у меня тут все бежало к моему сопернику. Пагады возьму. И сохраним на миссионера. Все-таки, как человек вот проиграл игру, не разведав? А, не хватает железа. А вот так хватает? Отличненько. Это уже вопрос времени, конечно. Наша победа. Так, пойду красители обработаю. Пойду сейчас займусь тут лагерями. Так, лодочки можно строить. А мы в Петру пойдем. Петра тут вообще фаршик будет. Так, пошли красителями заниматься. Ну, я не знаю, что тут говорить. То есть, мы, видите, мы не получим реальной игры традиция против воли, потому что человек проиграл свое место, куда он хотел города ставить. И у меня простор на него нападать, собственно, тут я не вижу каких-то проблем. Ух ты. Сейчас мы тут культурки насобираем. Давайте-ка не будет расти у меня сейчас этот город. Надо сначала... Так, а здесь начнем рыбацкую лодку. А сначала красители обработать, прежде чем расти. Ну, соответственно, это касается всех остальных городов тоже. Пошли дорогу фигачить. ТОНДОМОН ТОНДОМА ТОНДОМА я сейчас не торопясь эти потихоньку получу преимущество прокачаю легионы на варварах стоит пускай его по обстреливает этот так у моего соперника есть минус по золоту нет он там лагеря пограбил боже он неужели он принял ну реально ну он пускает едает луру ну блин то есть он и не закроет традицию и вот сейчас я ему на один ход это даже помешаю сделать пускай ну хотя наверно убьет моего ну пускай убивает что поделать блин у меня лечилка была я проспал ладно кстати а сколько у меня до генерала он прям честь взял вы понимаете ну кстати я тоже могу взять чистая ну если воинский кодекс representation и meritocracy уже не так важно счастье у меня есть чтобы мне меритокруси брать в принципе-то а Угуру отъел. Гад такой. Ну, тоже, знаете, немножко странно. Возможно, ему стоило вот тут поставить крепость, чтобы она и работала и на атаку у Меркумая. Почему вот там чистая? Странновато немного. Или даже много странновато. Дорогу будем строить. И здесь дорогу будем строить. Ну, вот, например, у меня купит город здесь. Я приду сейчас своими легионами и поставлю вот тут крепость. И, тем более, это еще на Зальцбург поможет мне нападать. Так, сколько у нас? Два хода? Блин, тут реки как-то. Ладно, дорогу. Так, этот лечится. Эта дорогу, этот лошадей обрабатывает. Эта дорогу тут. Эта закончил строительство. И города могут вырасти. Так, что у нас тут? Надо заканчивать с лагерем. Да, тоже возьму генерала, раз... Тем более, что это плюс к производству моих юнитов, кстати. Ну, легионов. Почему нет? Вообще нет науки. Нет уж. Давайте хоть какая-то наука пускай будет. Так, тут города соединили. А, вон лагерь. Математика открыта. Кумы растут. Антиум растет. Рим растет. Все у меня растет. Так, лошадки. Продолжение следует... Вообще, надо бы мне тут город поставить. Все-таки тут железо. А у меня какая-то явная нехватка. Железо в организме. Так, рабочий построен. Баллисты давайте, но почему нет? Все вот эти баллисты на фоне защищенные... Как его... Защищенные легионом... Тихий ужас. Так... Так... Ну, с этим лагерем уже не будем разбираться. Бо... Есть дела поважнее. Надо тут крепость ставить. И... Все. Этих возвращаем, лечим и... На австрияка. А... 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 Баллиста... Баллиста... Ты знаешь, баллиста... О жизни моей непростой. Ну, это местная группа Любе, римская, специально. Люберантум, вот так она называется, сочинила песню про баллисты. Хитяра 640 года до нашей эры. Так, а почему олени не хотят добавляться? А, вот, добавятся через два хода, отлично. Пойдем оленей обрабатывать. Гамилькар Барка. Не соответствует историческому. Гамилькар Барка это был полководец у соперников, Рима, у Карфагена. Хотел захватить, представляете? Какой негодяй. Эх, я думал, ну ладно. Мало ли что я думал. Так, баллиста. Так, временно, я думаю, о тылах можно не беспокоиться. Так, а я осушение болот вроде не отк... А, не, открыл. Так что надо осушением болот заняться. Так, тут Легион пока постоит. Скаута тихонечко пытается тут провести. Днем... До конца. До конца. Я добегу отеля. Днем... Убивай. армию те надо строить армию но в два раза больше производства на что он надеется дима на то что я буду его хреново атаковать так себе конечно надежда рабочего захватил в кумах любят меня давайте геликарнатский мавзолей построим поставим крепость за одной денежки получим нам надо петру открывать так что взял производство ну да ну это ему мне кажется не особо поможет с проигрышем в два раза производства лечилка будет так ну что этот этого еще рабочего захватит и и и и и и Ой-ой-ой, защиту. Опять, не знаете, начинаю расслабляться и фигнёй занимаюсь. Так. Может, тут поставить уже? А, блин, я ж не построил. Ещё ясно. Так, придётся отступить. Блин, вот тут я что-то затупил, откровенно говоря. Отдав этого рабочего. Как-то так приходится делать. Дальше. 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 Блин, мог обстрелять из города, главное. Так. Сколько там? Три хода. Что-то ему религия производства так и не дала. Ну, я знаю, что в болоте. Смотрите. Ну, постоим. Что сделать? Надо ж соперника продавить. Ага, вот у нас тут производство надо сделать. Увидимся,ächlich. Так, пошли. Пойдем, товарищ. Так, здесь. Давайте, наверное, мечника и сетлера. После денег инженерное дело. Вот немножко нарушил сейчас правила, потому что обстреливал на последней секунде. Ну что, не может он убить, я думаю. Все равно сучи на этот ход. Так. Где тут этот лагерь? Откуда вот эти все? О, миссионер появился, слава богу. Так. Что я тут хочу построить? Ну давайте композиты, наверное, тогда. Сейчас у меня денег будет. Сейчас два хода. Блин. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вот эта клетка добавилась. Но если эта, то я просто, ну, я распространю религию, а эту клетку вот я куплю за счет денег. Именно тут будет крепость ставить. Шум я, кстати, ну, еще не скоро. Ну что, наверное, плюс 50 процентов. Что у меня тут золотой век по-хорошему? А, смотрите, у меня юнитов больше, чем надо. Так. Нужно быстрее ставить город четвертый. Уже и на море они плавают. Полечусь один ход. Так. От минус к производству. Давайте... Давайте амбары построим. Да. То, что надо, добавилось. Так. Спасибо. Так, эти вылечатся, и следующим ходом будем тут крепость ставить. Ага, вон где лагерь. К сожалению, этому, скорее всего, хана. Ну, что поделать. Так, религия распространилась. Деньги есть. Сейчас Петру откроем и зашибись. Так, теперь на пагоды. Оставим, чтобы сразу распространить на новый город. Ага. Эх, прощай. Ты славно послужил отчизне. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да-да, обстреливай меня полностью DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Науки, нифига. Я вырублю лес. Пускай он, конечно, австрияку пойдет, но... Да, блин. Куда вы все тут взялись-то? Так, пока отходим. Еще лагерь сверху. Субтитры делал DimaTorzok Блин, тяжеловато, конечно, что-то. Вот тут, наверное, на холме сразу поставлю. Блин, а у него, главное, и наука есть. О, он меня уже опережает по науке. Блин, надо Зальцбург брать, что-то я расслабился. Да. Блин. 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 что мы будем взять назад, Боже! Так, тут лечимся. Не, пускай будет город. Но сейчас, наверное, не возьмет все-таки. С этой стороны решил подойти. Ну-ну! Так, еще денежка. Ну, я так понимаю, у него один город, да? Да, столица. То есть, это вот все, что он столицей нафигачил. Ну, я думаю, что вообще это вот эта вся его армия, судя по демографии. Блин, почему инженерное дело? Сначала охоту надо. Блин, успел. Блин, и не полечился. Надо было полечиться сначала. Блин, и не беру, ну. А, нет, беру. Ну, вот теперь все. Теперь, я думаю, ему надо сдаваться уже. Петра. Так, думаю, тут большинство дорог надо убирать. Например, вот эту дорогу, а вот тут сделать дорогу. Все, отступает. Блин, как-то мне этого мечника спасти надо. Не беру, наверное. Петра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Баллисту давайте... У меня тут что-то... Уменьшилось количество баллист... Город будешь ставить, нет? А он так на Зальцбург надеялся, ведь и хотел тут поставить, чтобы два чуда захватить... Что-то не пошло... Пагоды... Покупаются уже... Скаут у него приготовлен... Город мой захватывать... Ну-ну... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, дорога тут есть... А специи... О, еще, кстати... Пожалуйста, вам счастье... Специи... Сейчас будем менять... Хотя тут, по идее... Нет... Личулки не будет... Надо... Будет поменять местами... Профессористка... Попугаться! barreровник в крови Всеzenя яшка... – Звук все ascendения... Спасибо. А, разграбили мне эти красители, поэтому минус по счастью пошел. Ну ничего, вот у меня тут есть еще немножко в загашничке. Так, надо идти на помощь. Тут будет хил и поменяемся местами. Блин, блин, Леша, ну ты дебил. О, он отступил, фуф. Полечимся, вот еще счастье. Так, железо у нас тут куча. Поэтому Легиончики. Лечимся, лечимся. Не знаю, чего он ждет, почему не сдается. Поехали. Поехали. Так. Я как бы не очень понимаю, ну, блин, если бы у него хотя бы три города было, я один из них взял, как одним городом можно вообще на что-то надеяться? Уйти в глухую оборону Так Я сейчас в развитие тоже поиграю, чё мне? Как он может в глухую оборону в столице уйти, я не очень понимаю Ой, тут я копейщика Блин, что я делаю? Давай, глухая оборона, обстреливай мы его Мой легион 8 Но столица 8, то есть как и моя Блин, что я делаю? Пойду, дороги поубираю ненужные Блин, что я делаю? Кстати, вполне неплохое место у него было А, он стену построил Только что Ну, окей У меня есть на это ответ То есть он типа науку будет открывать, арбалеты там, вот это все Золото у него есть Ясно Ну, имеет смысл, конечно, но Как только у меня города Разобьются У меня тут все круче будет Тем более, что вот есть уже рынки Я еще колосс дострою Ну, с местом мне откровенно повезло, конечно Соли Хотя у моего соперника тоже не так уж и плохо, вообще-то Соли так надо тут лагерь убивать уже блин тут моего забытого легионера убивают так зальцбург вырос неаполь вырос антюм вырос так цветами тут вот амбар в антиуме был так что из антиума в рим отправим караванчик в неаполе пока посидим ну а блин у меня что-то нету место куда ставить затупил слегонца ну если границ нету ну вот кому тут еще в спину варвары бьют ну блин ну ребят это уже не честно мне тут грабить железо через 41 год вот эта клетка добавится да уж о а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...